Мы активисты детского движения Юнзары и мы проводим акцию «Автокресло детям». Возьмите памятку. Школьники вместе с госавтоинспекторами призывают водителей быть более внимательными к маленьким пассажирам. Профилактическая акция, направленная на снижение детского травматизма, организована в рамках областного мероприятия «Автокресло детям». Оно проводится с 16 по 20 октября. В рамках этого все проводилось. Каждый день проводим мероприятия около школ. Есть нарушители, составляем административный материал, привлекаем к административной ответственности. А сколько штрафов составляют? Три тысячи. Установленное в машине автокресло поможет сохранить и семейный бюджет, и жизнь и здоровье малыша. Многие зареченские родители заботятся о безопасности своих детей. Каждый день перевожу детей в школу с утра, вечером забираю из школы, из садика. Использую автокресло, ну и дочь постарше пристегивается просто ремнем. Безопасность ребенка, оно удобно-неудобно. Понятно, что неудобно сзади, занимает одно лишнее место посадочное, но безопасность важнее. Сотрудники ГИБДД беседовали и с ребятами. Говорили, что им нужно тоже позаботиться о своей безопасности. Необходимо пользоваться специальными удерживающими устройствами в автомобиле. Застегнутый ремень безопасности может уберечь от травм. Впрочем, это правило ребята соблюдают. Мне не очень удобно, когда меня пристегивают. Ну, не знаю, как-то неудобно. А почему тогда вот пристегиваешься? Ну, чтобы было безопасно и ничего не случилось. Ну, это не очень страшно? Не сильно, не удобно, представляете? Да нет. У меня у самого брат маленький растет. И вот у нас тоже есть автокресло. Ведь если мы будем, например, быстро, резко останавливаться, то все же можно вылететь. И кто знает, что вообще будет. Поэтому дети, они маленькие. Еще их пристегивать обычными ремнями безопасности неудобно и не слишком практично. Поэтому я считаю, что автокресло – это очень важная деталь автомобиля. Во время акции школьники и инспекторы ГИБДД не только напомнили водителям правила перевозки детей. Автомобилистов призвали быть более внимательными на дорогах и обязательно пропускать горожан на пешеходных переходах. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».